Приветствую на канале Паяльник ТВ. В сегодняшнем видео мы продолжим рубрику проверки на работоспособность и полезность опенсорсных проектов, которые можно найти в интернете. Сегодня мы соберем тракторина. Работу над проектом я начал еще очень давно, еще в том году, однако пришлось долго собирать все необходимые комплектующие. На данный момент я все собрал и готов вам рассказать как это повторить и стоит ли вообще это делать. Начнем с назначения. Тракторина, как нетрудно догадаться, основан на ардуино и представляет собой миди устройство для управления, заточенное в первую очередь под программу трактор. Это программа для людей, которые делают миксы или проще говоря диджеи. По сути вы получаете полный доступ к крутилкам программы в реальной железке, что как мне кажется очень круто. Кроме того, существует возможность использования и в других программах, но об этом чуть попозже. Если кратко, проект рабочий и интересный. А теперь давайте я расскажу вам, как такое собрать. Во-первых, вам нужна печатная плата. Переходим и скачиваем архивом все содержимое гитхаб проекта. Там есть гербер файлики для заказа платы. Загружаем эти файлы на сайт gcpcb, которые в кратчайшие сроки и по очень привлекательным ценам изготовят эти платки. Сразу же выбирайте цвет платы. Тут я решил выбрать черный, как на фотографиях оригинального проекта. После чего необходимо заказать комплектующие. Если вы не найдете их у себя в городе конечно. Самый сложный момент для меня оказался в поиске линейных слайдеров на 10 кОм. Заказывал их отдельной посылочкой. Также вам понадобится куча потенциометров. Вот таких. А если быть точнее 11 штук. Я взял немного с запасом. Мультиплексоры CD4067, сдвиговые регистры HC595, светодиоды и тактовые кнопки. Ну и сердце этого проекта. Плата ардуино уно с чипом от мега 16у2 в качестве USB моста. Этот контроллер нужно будет перепрошить, чтобы ардуинка начала определяться в системе как миди устройство. Если у вас нормальная ардуинка, то обновить прошивку можно будет прям по USB через загрузчик. Если китайская как у меня, то придется обзавестись еще одной ардуинкой или программатором. Под видео я оставлю полный список необходимых деталей. И вот когда все ништяки на месте, можно приступать к пайке. Для начала запаиваем токоограничивающие резисторы на 220 Ом и один резистор на 1 кОм у одного светодиода питания вверху платы, прямо рядом с логотипом. Теперь подготовим разъем для ардуинки. Вставляем в ардуинку заготовки разъема и аккуратно припаиваем к плате. Теперь микросхемы. Аккуратно правильно ориентируем микросхемы по ключу на плате и корпусе, прихватываем одну ножку и запаиваем. После чего запаиваем светодиоды. На этом этапе нужно быть очень внимательным, чтобы потом ничего не переделывать. Проверяем мультиметром плюс и минус у светодиода и размещаем светодиоды в плату. На плате у светодиодов контактная площадка минуса квадратная, а у плюса круглая. Внимательно расставляем и запаиваем все светодиоды. Синие, зеленые, красные и желтые. Теперь запаиваем тактовые кнопки и потенциометры, а также энкодер и слайдеры. После чего можно хорошенько отмыть плату от остатков флюса. Теперь необходимо подготовить ардуинку. Для начала необходимо залить скетч, который лежит в папке код. Для этого нужно открыть его и докачать необходимые библиотеки с гитхаб. Ссылки на библиотеки находятся прямо в тексте скетча. После чего необходимо прошить от Mega16U2, либо при помощи встроенного загрузчика, если у вас нормальная ардуинка, либо при помощи программатора или другой ардуинки. Файл прошивки находится в папке HEX скаченного архива проекта. Теперь подключаем ардуинку к плате тракторина и включаем USB кабель. Для начала установим приложение MIDI OX. С помощью этого приложения можно проверить работу всех компонентов. Выбираем тракторина в качестве MIDI клавиатуры и нажимаем все кнопки и крутим все крутилки. В окне программы можно проследить сообщение, приходящее от MIDI устройств. Если все работает, теперь можно запустить трактор. В репозитории лежит специальный файлик настроек, который можно импортировать и программа сразу же настраивает поведение на действия тракторина. Ничего вручную настраивать не надо. Запускаем и вперед. Однако мы можем расширить возможности по использованию тракторина, как собственно и любой MIDI клавиатуры. Программа MIDI K2K позволяет настроить различные действия в системе Windows. Например, попробуем добавить горячую клавишу. Выбираем тракторина и жмем старт. В логах видим события нажатия кнопки. Двойной клик и мы попадем в окно настройки. Нажимаем комбинацию клавиш, которую хотим сохранить и кликаем сохранить. Теперь при нажатии клавиши на тракторина в системе срабатывает выбранная комбинация клавиш. А значит возможности по дальнейшему усовершенствованию использование MIDI интерфейса для управления системой очень широкие. подводя итог, тракторина является интересным проектом, который пригодится людям увлекающимся звуком для управления программой трактор. Однако используя дополнительное программное обеспечение с помощью тракторина можно управлять широким кругом приложений, что может пригодиться для задач кастомизации вашего рабочего места. Друзья, надеюсь вам понравилось видео. Если так, то поддержите меня лайком. Предлагайте в комментариях ваши варианты интересных опенсорсных проектов и может в следующем видео я его соберу и проверю. А на сегодня все. С вами был Андрей. Пока.